Добрый вечер! Равену Бахья подводит итог. Девять разделов. Речь шла о человеческом эго, который управляет миром. Управляет самим человеком, поэтому управляет миром. Мы разобрали шаг за шагом все преимущества, которые есть в приобретении качества смирения. Все недостатки, все это порицаемое, которое есть в естественном качестве гордости, высокомерия. И вот приходит итог, раздел 10. Равену Бахья хочет подвести общий итог и указать нам на ту пользу, которая есть в приобретении этого качества смирения. Для чего это нужно? Надеюсь, каждый понимает, придаст нам стимул. Может быть, больше захочется приобрести это качество. Так он пишет. Качество смирения приносит человеку пользу в шести вещах. Три из них относятся к делам этого мира, и три другие к делам мира грядущего. Он идет по своей методике, которую мы уже видим последовательно, по всей книге, разделяя все на составляющие. Так, действительно, гораздо более яснее все мысли, которые он хочет изложить нам. Разберем по порядку. Давайте сначала займемся тем, той пользой, которая есть у нас в делах этого мира. И это действительно должно нас пробудить, очень сильно пробудить, желать приобрести это качество, потому что сейчас мы увидим, оно ключ, ключ, ключ просто к нормальной, счастливой жизни. Первое из тех вещей, которые относятся к делам этого мира, состоит в том, что человек рад своей участи, поскольку того, кто проникнут гордыней и ощущением своего величия, не может насытить весь мир со всем, что в нем есть, из-за высокомерия его и пренебрежения тем, что уже досталось ему в удел. Но когда он приобретает качество смирения, он не видит в себе никаких достоинств и того, что приходит к нему в этом мире, довольна ему для пропитания и удовлетворения своих потребностей. Так он приходит к душевному спокойствию, уменьшается его страх. Он ест то, что случится ему достать, одевается в то, что есть, спит, как придется, и довольна ему малой долей из блага этого мира, благодаря его смирению. А гордец никак не восполнит недостающего ему из-за высокомерия своего и гордыни. Сказал мудрец, праведник есть досыта, а чрево нечестивых не знает сытости. Видите, тяжело и более точно, и коротко подытожить, в принципе, всю жизнь человека. Что сказать? Действительно, люди делятся на две категории. Одну, которую мы знаем очень хорошо. Одну, о которой мы слышим. О людях праведных, по-видимому, которые живут как бы в другом измерении. Давайте напомним, как некое видение, то, о чем мы говорили на прошлом, на прошлом занятии, это очень-очень нам поможет. Очень. Поможет нашей конкретной жизни. Если вы помните, есть два состояния, в которых человек может пребывать. Точнее, два ощущения, с которыми человек может жить. Одно ощущение, что он хозяин, он господин, в своей жизни, всего, что он делает, всего, что хочет добиться. А другое ощущение, нет, я раб. Естественно, не раб других людей, других идей, идеологий. Вот этого мы избегаем. Но я раб Бога, того, кто меня сотворил. Это два разных ощущения, порождают совершенно разные реакции на все, что происходит вокруг нас. Что должен ощущать человек, свободный, который ощущает себя господином, хозяином? Мне все полагается. Понимаете? А почему бы и нет? Почему бы и нет? Я все хочу. Это билт-ин, это изначально ощущение, которое есть у человека, который живет с тем, что он сам себе, он господин, он тот начальник, он родился, так сказать, он управляет этим миром. Рамерит собой, хочет заодно и всем остальным миром. Представьте себе, человек живет с ощущением, что он раб. Естественно, что понятие раб давно исчезло из нашей жизни. Более того, ассоциации очень-очень такие непозитивные. И тем не менее, это не так трудно представить, что человек, он не зависит от себя. Он, вся его суть, это служение к своему господину. У него нет своего «я» в том понимании, которое есть у господина. Поэтому, с какого у него ощущения, как он воспринимает все вокруг себя, мне ничего не полагается. Я рад. Соответственно, этому, это как бы два, две траектории совершенно разные, два пути в жизни. Давайте теперь посмотрим. Каждая из них порождает совершенно другую жизнь. Вот траектория, путь господина в этом мире. Чем он порожден? Гордостью и высокомерие. Путь раба чем порожден? Смирением. Когда человек сам принимает, сам смиряется перед своим Творцом. Ну, теперь давайте посмотрим, как складывается у них жизнь. Вот он напишет. Человек рад своей участи, поскольку того, кто проникнет гордыней и ощущением своего величия, не может насытить весь мир во всем, что в нем есть. Из-за высокомерия его пронебрежения тем, что досталось ему в удел. То есть, снова, человек, который проникнет гордыней и ощущением своего величия, не может насытить весь мир во всем, что в нем есть, из-за высокомерия его и пронебрежения тем, что досталось ему в удел. Две вещи. Первое. Сколько не есть, всегда не хватает. Всегда. Помните, неоднократно говорили, иногда человек ходит с таким видом, прям на лице написано, знаете, вот, недополучил, недодален. Все время такое ощущение неудовольствия, понимаете, все время чего-то не хватает. То есть, есть. А он начинает разбираться, выясняется, что есть, еще сколько есть. Нет, это не хватает. Надо еще что-то. Человек есть дом, хочет побольше, машина хочет получше, жена покрасивее, детей поспокойнее, шедух самый лучший. Мы все время хотим еще, 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 потому что кто тут господин, кто тут хозяин. Мне же полагается, так чувствует и ощущает человек. А если мне полагается, значит, все время я что-то недополучил, недодален. В этом кроется самое страшное преступление, которое может быть, это полная неоценка, то есть, недостаточная оценка и пренебрежение, точнее, того, что у человека есть. То, что досталось ему в удел, то, что есть у него, он вообще не видит. Не видит. Он недооценивает вообще. Но он несчастный человек. Он такой не видит. И это постоянное ощущение, с которым человек просыпается, идет спать. Это не хватает, то не хватает. Это не так, то не так. Все время что-то не так. Все время что-то не так. Стрелился недавно с одной парой. И изложение ситуации, в которой есть, ясно, что жена очень недовольна мужем, материальным положением. И тем, что она может себе позволить. И она уже не маленькая девочка. Она уже не только не поженились, уже много лет они вместе. И очень-очень недовольна была. Это была очень печальная квартира. И только в конце картины, и только в конце выяснилось, что у них есть свой дом, у них есть две машины. И у них есть все, что только человек может хотеть, у них есть. Полная разруга. Она была всем недовольна. Видите? Не хватает. То есть, если я чувствую себя господином, я сам себе хозяин, мне все полагается. Если мне все полагается, значит, мне и это полагается, и это, и это. Все, что человек видит, он это вожделеет. Он этого хочет. Есть тут большой хидуш, говорит тут Рабейну Бахи. То, что касается наслаждений, удовольствий телесных, то, что касается приобретательства, желаний еще и того, и это. Это, как правило, мы могли бы подумать, что это порождение, то, что называется, низшей части, вожделения. Желание тела иметь и такое удовольствие, и комфорт, и это. Он говорит, нет, верно. Тело, оно наслаждается, тело, оно желает, оно само по себе, но оно не в состоянии. На русском нет слова хемда. Слово хемда и таава переводят одним словом вожделение. А на самом деле есть большая разница. Он и вильно объясняет о том, что то, что у нас называют таава, вожделение, это относится к телесным желаниям. А хемда – это к приобретательству, к такому бытовым желаниям, учению своего положения бытового. Хочу это, хочу это, хочу то, хочу это. Говорит Рабейну Бахи. Тем не менее, кто управляет всей этой системой, то же самое, высокомерие и гордость. Потому что человек смиренный, мы видим, что у него вот эти желания, даже телесные, они уже умеренные, они такие, как есть. Делает он вывод, что если это так, значит, снова все вертится вокруг этого высшего корня под названием высокомерие. Столько время, сколько оно, оно основное в нашей душе. Постоянно человек ходит недовольный. Все время недовольный, всего этого не хватает. Он все время все критикует, ему все время что-то, ну, не то. Что-то не то. Если мы обратимся к нашей жизни, то увидим, что эта картина, она типичная. Когда и муж, и жена, и в качестве мамы, и папы, и в качестве сына или дочери, все время ходим с постоянным ощущением недовольства. Все время что-то не хватает. Не хватает того, что я хотел, не хватает того, что мне бы полагалось бы. А как следствие этого, есть полная разруха вокруг себя. То есть человек не может это ощущение, что мне недодали, что я недоболучил, оно же порождает вот это вечно беспокойство. Вечно беспокойство. Человек все время беспокойный, все время что-то не то, все время он заботится. И так, и так, и так. Естественно, что подобная вещь, если бы ее вообще не было, скажем, ее убрать, мир бы вообще не разбирался. И сказано об этом, что мир развивается. Сказали мудрецы только потому, что он полон таких мишугойм, этих, как их называют, людей, которые хотят, несмотря на все, это приобрести, и то приобрести, и то приобрести. Речь идет о умеренности какой-то. То есть эти люди так и определены, как мне люди совсем, совсем нормальны. Необузданные гордыня и ощущение своего величия. То есть оно, как мы тут написано, не может насытить весь мир со всем, что в нем есть. Не может. Все, что я не приобрету, хочется еще. Человек хочет купить себе самолет. Купит. Он вдруг увидит, что есть самолет лучше. А можно и два. Чтобы можно было, знаете, пересесть по дороге. Купит себе. Все, что только человек видит, он все хочет. Все хочет приобрести. Почему? Потому что корень этого «мне полагается». «Мне полагается». У него в голову не приходит, что не все в мире ему полагается. Снова. А высокомерие порождает это ощущение, что я, 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 я господин, я тут хозяин. А если это так, значит, мне это полагается. Но если это так, значит, мне вот этот самолет не полагается. А если у меня нету, то я буду ходить недовольный. Буду ходить с недовольствием. А если я недовольный, я это не могу скрыть полностью. Это будет во мне постепенно развиваться. Пока это кипение не выйдет в пар гнева, злости, распри, который человек устроит в доме. Обязательно какой-то будет то ли скандал, то ли будет какая-то разборка, то ли какие-то вечные недовольства, критики, замечания. Какие-то вечные проблемы, в которые человек будет погружен. Откуда все это идет? Кто это создает в человеку? Ад, жизнь, которую человек сам себе погружает. Кто это создает? Он говорит, вот, единственное, что то самое качество необузданной гордыни, ощущение своего величия, свое высокомерие. Не даст человеку даже насытиться, удовлетвориться тем, что у него есть все время вечные недостатки и беспокойства. Подобная вещь, она разрушает. Разрушает человека и разрушает весь мир вокруг него. Эти примеры видим вокруг себя. Давайте посмотрим на один исторический пример, может быть. Который разрушил жизнь еврейского народа в течение многих веков. Я надеюсь, все знают эту историю. Я не буду говорить много подробностей. Сразу же перейдем к сути дела. После властвования царя Давида был в еврейском народе великий мудрец. Его звали Ирвам Бенават. Наверное, все слышали. Он был гениальным человеком. Мудрецы говорили о нем, что все остальные мудрецы около него, как трава падшая. Не входя в детали, он стал царем над десятью коленами. Произошло разделение. Двенадцати колен. И он стал царем над десятью коленами. Сын Шламу, Рыхавам Бен Шламу, Он был царем над оставшимися двумя коленами в Израиле. Что произошло? Дело шло к Моэд, к празднику, когда весь еврейский народ приходит к... восходит в Иерусалим. Там царь находится в Азара, в святом месте в храме. Так вот, оказывается, что у двух царей есть одно стуло. Теперь, кто должен сидеть? Оказывается, что должен сидеть, несмотря на то, что Иерусалим виноват. Он царь над десятью коленами. Должен был сидеть сын Шламу, Рыхавам. Почему? Потому что только был установлен мудрецами, из семени Давида мог царь сидеть в этом месте. Что делает Рыхава Бен Абад? Как? Я буду стоять, а он будет сидеть? Смотрите, 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 это точка, где, знаете, иногда вот есть, мы видим, как идет железная дорога, полоса железной дороги. И она, эти рельсы, они расходятся. Отсюда и дальше вообще непонятно. Они могут поехать в разные стороны. Но есть точка, где она расходится. Смотрите, где в этой точке, очень тонкой, где гордыня решила, интересно, этот сложный вопрос следующим образом. Как она решила? Он говорит, так, нет, нет, это такого не может быть, стоять я не буду. Что он сделал? Он построил стену, как, я знаю, там, Берлинскую стену, или как у нас тут есть стену, между северным государством Израиль и Южным Иуда, чтобы никто, народ, чтобы 10 колен не могли прийти на праздники в Иерусалим. Поставил себе несколько там идолов, заставил их поклоняться. Представляете, что произошло? То есть все. И вся последующая еврейская история, она переворачивается. Надо знать, что не было в жизни еврейского народа более счастливых и благополучных времен, чем времена царя Давида и в основном царя Соломона. А после этого, во времена царя Иреван бен Авата и царя Иуда, Рахавама бен Шломо, все изменилось. И отсюда и дальше это просто была страшная история, которую вы знаете, вся история первого храма. То есть столетия, столетия была разруха во всех областях, и духовных, и военных, и государственных, на всех уровнях. Из-за чего все это последствия этих событий, того, что сделал, точнее надел, этот Иреван бен Авата. Почему? Потому что он не хотел сидеть, он не хотел стоять там, где надо было... Не хотел, а гордость ему не позволяла. Поменял всю историю еврейского. Все, 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 все поменял. И о нем сказано. Сказано о нем. Брузы раскрывает, что сам Творец обратился к нему и сказал ему, Хазорбаха, ну, то, что ты сделал, сделал. Ну, у тебя есть возможность сделать чего? Сделать исправление. Исправляйся. И что? Пообещал ему, я, ты и Давид, мы будем вместе гулять по раю. Ну, я надеюсь, все знают, что он ответил. Точнее, он, понимаете, на каком уровне он был, он пророк, он говорил с самим Богом. И он отвечает ему, вот, а кто первый? Кто будет там идти, я или Давид? Ну, он говорит, Давид первый. Ну, если Давид первый, не возвращаюсь. я стою на свое. Никак. Спрашивает, болей, мусар, хороший вопрос. Секундочку, что он спросил? Ведь ответ-то он тоже получил. Ведь когда к нему обращается Бог, он ему говорит, я, ты и Давид. Вот порядок. Я же тебе уже установил порядок. Я надеюсь, что ты не хочешь быть раньше меня. Но ты вот по порядку, ты раньше Давида. Он же ему сказал, что делает, что делает Ирабамбе Нават. Он снова переспрашивает, а кто первый? Что он спрашивал? Ответ уже был дан. Так отвечает, болей, мусар. Так, вот это рэк, бдихута. Мне говорят, знаете, это у людей гордых, высокомерных, всегда есть желание и наслаждение снова услышать похвалу себе. Что вы сказали? Да, я не расслышал. Повторите еще раз. Приятно, приятно услышать. Приятно услышать. Это событие, которое поменяло историю еврейского народа на... Иди, знай, до сегодняшнего. Сколько таких событий? Сколько есть случаев в истории всего человечества? Скажите, вся история? Что такое вся история? Посмотрите, как мне дочь сказала, папа, я читаю, начинаю, учат историю, а что, все время были одни войны? И действительно, история слагается от войны до войны. То, что там было порой время мирное, иногда 40 лет, иногда даже больше, как-то проскакивает человеческая история, которую описывают. постоянные войны. А что за войны? Почему? Из-за чего войны? Большинство войн. Они были всего лишь из-за величия. Из-за того, что это величие не могло получить насыщение этого какого-то царя, который он посчитал, что, сказать, и это мое, а это государство, это тоже мое. или кто-то кого-то обидел, или национальное оскорбление называется. Это что, человеческая история? Наша история, она всецело управляема вот этими силами, нет других сил. Это то, что управляет нашей историей, ничем другом и не управляет. Кто-то стоит во главе, и это такой же человек, как все остальные, и у него точно такая же психология. Логии мало, в основном психо, и часть основная психа, это высокомерие человека, это его ощущение гордости, задели национальную гордость, не задели, я им покажу, я им отвечу, со мной так не разговаривают, иди, знаю, за день кого-то, сейчас тут начнется атомная война. Все управляется этим. Это тот вред, который может нанести и гордыня, и высокомерие. Ну, об этом мы уже говорили, ясно и понятно. А вот, Ивер, давайте посмотрим взгляд со стороны, что даст нам приобретение смирения, что оно даст, говорит рабейн Бахе, но когда он приобретает качество смирения, он не видит в себе никаких достоинств и того, что приходит к нему в этом мире, довольному для пропитания и удовольствия своих потребностей. Человек, который обретает качество смирения, он не видит, он не видит в себе тех достойных, смотрите, он не господин, он не тот, кто управляет миром, он не тот, которому положено, все время с ощущением ходить, что не додали, не дополучил. Наоборот, человек смиренный, у меня все есть, все получил. Даже то, что есть, он говорит, вау, так много? Я так получил, так много? Такой человек, ему все довольны, ему для пропитания, удовольствия своих потребностей, то, что есть, то, что ему послали свыше, ворухаше. Естественно, что человеку не надо в наше время жить где-то в пещере или там на улице, про это речь и не идет. Речь идет какое-то нормальное существование, минимальное, которое есть, про это речь и не идет. У одного свыше дается один уровень экономический, а у другого чуть другой человек смиренный. Он понимает, что если судьба восстанавливается в роша шана, ну, значит, это то, что ему полагается, казница. Главное, что есть крыша над головой, есть, никто не умирает от голода, ворухаше. Можно жить. И тогда что приходит? Приходит то самое, что больше всего должно быть ценимо. И мы почему это не ценим? Почему это не ценим? Мы не ценим то, что называется духовное спокойствие. Духовное спокойствие. То есть, в конечном итоге, когда человек после всей нервотрепки дня и этого вечного беспокойства, все время этого ощущения, тот не получил, тот не дал, ты с тем поссорился, тут вечное что-то не то, что он хочет? Что он хочет на самом деле? Он хочет душевного спокойствия. Пошел домой, чтобы там не началась каждый раз разборка с самого начала. Вечное напряжение. Люди знают, сейчас бабушка зайдет, точно сейчас что-то произойдет. Если кто-то обязательно обидится, или не сейчас, то скоро обидится. А если не скоро, то после этого. Но что-то произойдет, кто-то должен обидеться, кто-то должен кому-то что-то сказать, кто-то должен ответить, кто-то должен фыркнуть, кто-то должен быть недоволен, кто-то должен что-то должно произойти. Видишь, у меня состояние обидеться. Или то не хватает, или то сказал мне, кто-то подумал, человек не может заснуть. то, что самое ценное, что у человека может есть. Иногда это называют словом счастье, хотя, иди, знай, каждый подразумевает что-то свое. А по большому счету, что есть счастье? Это душевное спокойствие. Мы о нем говорили много на эту тему, когда говорили о уповании на Всевышнего. Человек должен, истинно верующий, должен уповать на волю Всевышнего. И он как ребенок в руках у мамы. Какая разница? Куда мама идет, бежит, быстро, нет, спешит или нет, он в руках у мамы, какая разница? Куда мама не впадет, все равно он и в руках. Так и должен нас сейчас верить человек. Теперь, что позволит ему приобрести качество уверенности? Это качество упования. Что поможет? Вот оно! Вот оно и находится. Потому что если человек, он высокомеренный горд, так он будет полагаться на себя. Он не может полагаться на Всевышнего, потому что он кто-то, он что-то, он тоже понимает. Сам себе хозяин. А если он приобрел качество смирения, то у него есть возможность полагаться на Всевышнего. Он смиряется перед ним. Это вся наша тема. Смирение перед Богом. Принимает его судьбу. Это душевный спокойствие. И, естественно, уменьшаются его страхи. Эту тему тоже разбирали уже неоднократно. Это вечные страхи, в которых пребывают человеки. Подспудные страхи. Это целая тема психологии. Всякие разные фобии развиваются и так далее. Человек, который живет, уповая на Всевышнего. Человек, который приобрел качество смирения. А поэтому и душевное спокойствие. У него нет страхов. Все психологи будут просто без работы. Если только жить по книге, что называют. Просто не будет им работать. Не в кому будет обращаться. Это будет, в принципе, называться душевное здоровье. В принципе, можно даже определить. Душевность здорового человека согласно мере его душевного спокойствия. И все вертится вокруг эго. Эго, оно такое, может быть, распухшее. Оно может выходить за свои размеры. Высокомерие. Оно может быть как рано, чувствительное. Два состояния, о которых мы говорили. Все вокруг этого вертится. Шевное здоровье, оно определяется здоровьем этого эго. В чем он состоит? Оно, что называется, нормальных размеров. И не больное. Болезненно не больное. Не раненое. Это называется душевное спокойствие. Назовите это душевное равновесие. Уменьшает свой страх. Результат. Он ест то, что случается, ему достать. Одевается в то, что ест. Спит, как придется. И довольно ему малая доля из благ этого мира. Благодаря его смирению. Все, что у человека есть, в настоящее время, знает, живет в квартире, имеет машину, не имеет машину, ездит. А все, что у него есть, все одеваются, увидят вокруг. Рухаши, то, что есть, есть, довольствуется тем, что есть. А гордец никак не восполнит недостающего ему из-за высокомерности в ее гордыне, как сказал мудрец в книге Мишлей, царь Шламова. Праведники есть досыта, а чрево нечестивых не знает ситостей. Так мы с вами перечислили первое преимущество, первое преимущество или пользу, который нам указывает Рабейн Убахия в приобретении качества смирения. Качество смирения – ключ ко всему. Ключ, ключ. Просто ключ к приобретению всего и в конечном итоге просто нормальной жизни. То есть человек, человек гордый, у него никогда не будет нормальной жизни. Он не может ее приобрести. Многие ищут этого, спрашивают советы, хотят, я знаю, какого-то мира в доме, между мужем и женой, хотят как-то с детьми разрулить, хотят, 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 хотят. Все это от высокомерия человека. Если бы человек был смиренный, нет проблем. Просто не существует проблем. Просто все исчезают. Они изначально просто определяются как проблемы. Надеюсь, это была хорошая реклама. Это было хорошее, как бы, подзадорить нас, работать над этим качеством. Для того, чтобы приобрести, по-видимому, самое важное и ценное – это нормальную жизнь. То есть душевное спокойствие, душевное равновесие. Это первая польза. Вторая польза из упомянутых шести. Человек смиренный, способен к терпению в час беды и перемен к худшему, благодаря скромности и кротости духа. Тогда как у гордеца страх велик, а терпения мало перед лицом подобных бедствий и перемен из-за высокомерия, заносчивости сердца и постоянного недовольства своим положением. Тут тонкая вещь, которая отличается. Вторая есть огромная польза, которым надо как-то ясно это определить. Может быть так. Если первая польза, которую мы перечислили и уделили так много времени, и мы определили как душевное спокойствие, то тут уже есть то, что мы назовем душевная устойчивость. Душевная устойчивость. Обратили внимание, что люди по-разному реагируют на события жизни. Есть в жизни хорошие события, и есть не совсем хорошие события. Как мы реагируем? Смотришь, один такой вроде флегматичный такой, а другой чуть ли не теряет сознание. Как это получается? То есть вроде в такой же пропорции. Но реакции совершенно разные. Почему? Вот ответ, который есть. Человек смиренный способен к терпению в час беды и перемен к худшему. Понимаете? Он способен терпеть. Что это значит? Вот редкие-редкие люди удостаиваются проблем один за другой. Знаете, в цепочке. Одна проблема за другой идет. И в принципе вся его жизнь это одни проблемы, которые часть он создает. Даже сыпется с небес. Такое тоже бывает. Но это крайне редко. Большинство людей, у них есть долгие периоды спокойствия жизни относительно. Вроде, так сказать, ничего такого страшного, никаких событий трагических не происходит. Никто не умирает, не увольняют. Как-то живет есть какая-то ровная, 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 ровная период жизни. И вдруг, ни с того ни с сего, после того, как уже привыкли к тому, что все уже устоялось, уже вроде все здоровы, уже вроде доход есть, уже все, все, уже в одном месте, уже ужился, уже прижился, все есть. Если вдруг, оп, уволили с работы. Или вдруг надо менять место жительства. Или вдруг заболел. Или, не дай бог, кто-то близкий ушел из жизни. Что тогда? Как мы реагируем на это? Или какое-то несчастье, авария. Представляете себе, мы читаем хронику дня и видим, сколько происходит аварий. Человек, который не близок к этому, ну, это хроника. Естественно, что есть авария. А человек, который это пережил, с тем, с которым это произошло. Ведь как это происходит? Человек, он готовит себя к аварии. Он знает о том, что это сейчас произойдет. Никто не знает. Никто, тут пророком не является. Это его застает в полный расплох. И вдруг он в течение одной секунды, вся его жизнь меняется. Вот, размеренный, такой здоровый, уверенный. И вдруг он просыпается в палате. Одна нога тут, рука тут. И вставленный таз. И не может двигаться. Вообще уже полностью зависимо от других, вокруг себя. Как человек отреагирует на подобное? Так вот, для одного это будет конец света. Понимаете, что такой конец света. Он будет близок к... Покончить с собой! Чуть ниже депрессия. Ниже легкая депрессия. Еще нет настроения. Вечное состояние нервозности. Почему? Вескомерие человека, еще раз повторим это сотни раз, создает ощущение, мне положено. Точнее, вот подобного, мне полагается, хорошее. Но подобного мне даже не полагается. Как вообще мне Бог такое, Бог послать? Что это значит? Я только хорошее делаю. И человек всегда вспоминает все хорошие дела, которые делаю. Я только хорошего хотел. Помогал этому, помогал тому. Ну, такой человек не в состоянии вытерпеть изменения в жизни. Не в состоянии вытерпеть падения. Представьте себе ситуацию, когда человек обладал каким-то имуществом. И по разным причинам он потерял его. Разорился, по-русски говоря. В каком состоянии он пребывает? Человек высокомерный может из этого покончить с собой. Помню, действительно, кто помнит, был в Израиле Машбер. Кризис в 1982 году. Кто помнит это? Люди прыгали. Был тогда один небоскреб в Телевиде. Мигдаль Шалом. Кто помнит это? Это зашло в историю. Люди прыгали с высшего этажа, потому что они разорились. Они не могли в состоянии. Столько времени, сколько я, вот, гад, у меня есть, готовы жить. А тут, вот, не готов жить. Они решали, они хозяева, понимаете? Они хозяева. Они управляют жизнью. Шаду. По-видимому, могут искать в полете. Там что-то, может быть, они сделали чугу. Скорее всего, надо. Прежде чем, как они ушли из этой жизни. Может, эта гордость у них во время этого полета как раз и испарилась. Скорее всего, надо искать им оправдание. Человек не может жить. У него нет душевной устойчивости. Нету. Если у него нет качества смирения. И наоборот, чем больше гордости, тем больше душевных травм, тем больше этой неустойчивости постоянной. То есть, человек не может правильно реагировать на изменения в жизни. Поэтому, порой, когда приходят подобные изменения, есть такое понятие в психологии, называется травма. Душевная травма. Душевная травма – вещь, которую очень-очень сложно лечить. Можно. Но очень сложно. А как люди доходят до травмы? Иногда одни и те же события одного человека травмируют, а другого человека не травмируют. Неприятно. Но это не травма. Что такое травма? Травма – это подсознательные, негативные переживания, которые человек испытал, который влияет, который испытал в прошлом, который влияет на его настоящее, управляет им порой. Начинает реагировать в класс ассоциации, что-то напоминает, это сделали. Многое-многое-многое происходит в душе человека только-только-только из-за того, что он был травмирован то ли в детстве, то ли в юношестве, то ли еще что-то действительно произошло. Естественно, что не надо закрывать глаза, что есть объективные понятия травм. То есть, если человек попадет в ситуацию, когда он, я знаю, какой-то взрыв или какой-то, какой-то, какие-то михабли, террористы, террористический акт, или, не дай бог, насилие какое-то, естественно, что это речь не идет. Это исключение из правил. Речь идет о других событиях. Там, не знаю, вспомните, муж вовремя не приехал к жене в больницу, куда она попала. Это действительно порицаемо, нехорошо, и можно много говорить о том, насколько мужу надо было, по-видимому, улучшить свое отношение к своей жене. Но у жены из-за этого развилась травма, которая после 10 лет заставила их развестись. Почему? Она ему не простила это. Это ставило такую травму. Я настолько была травмирована этим событием, что он ко мне вовремя не приехал, что я это никогда в своей жизни не могла забыть. И это, в общем, в конечном итоге оказалось причиной того, что она стала бы сказывать недовольство, еще, еще, еще. И так в течение многих лет, пока это не привело к разводу, можно сказать, даже на пустом месте. Потому что объективно они были два человека, которые могли построить нормальную жизнь. Знаете, одно событие. Почему? Потому что она немала. А что, а почему тебя это так травмировало? Потому что она считала, что мне полагается. Еще как полагается. И много таких подобных историй. Сотни, которые перед глазами стоят. Когда высокомерие, которое, не дай Бог, кстати говоря, нельзя намекать человеку высокомерному о высокомерии. Это последнее, что он готов слушать. Самая типичная картина, которая есть в то, что называется типульмишпахты, семейной терапии. Терапия семейная. Это когда приходят муж и жена. И когда столько времени, сколько терапевт выслушивает, и кивает головой, соглашается. Да, хороший терапевт. Люди приходят. Как только появляется намек, на намек, что одному нужно что-то исправить в себе, что это практически необходимо, эта терапия прекращается. Самое типичное явление, которое есть. То есть, люди готовы жаловаться, готовы выслушивать, готовы обвинять другую сторону. Ничего в себе не менять. Какая причина этого? Какая причина того, что они не готовы, так сказать, после того, как они... А та же самая высокомерие. И тогда эта пара несчастная начинает переходить от одного, называете терапевта, или называете его раввина, или назовите его консультантом, одного к другому, одного к другому. Не столько времени, сколько подакивают головой, столько хорошие. А как только намек на то, что нужно что-то менять, все нехорошее прекращается, и ищут дальше. Или никуда не ходят, потому что уже надоело. Таким людям ничего не поможет. И только у них непонятно, откуда есть странное желание жить нормальной жизнью. Они не могут иметь по определению своей души, своего состояния нормальной жизни, потому что они болеют самой практически неизлечимой болезнью своей гордостью. Не позволят им она. Итак, что мы сказали? Очень важную вещь о том, что человек смиренный, способен к терпению в час беды и перемен к худшему. Благодаря скромности и кротости духа своего. У него есть душевная устойчивость. Когда он теряет работу, так он что скажет? Ничего страшного, это к лучшему. Все равно моя обеспеченность идет через Бога. Какая разница через кого? То ли через эту работу, через другую работу, значит, у меня воля отсюда, значит, на Венеция другое место. Если кто-то заболел, ну, по-видимому, моя болезнь, это капорат Авану, это для того, чтобы стереть мои прегрешения. Если заболели кто-то, другие люди или кто-то ушел из этого мира, естественно, что это огромная беда. Нужно плакать, нужно переживать, но в определенную меру. Почему? Потому что странное дело, много раз говорили об этом. Пришлось мне прямо сейчас вот несколько раз быть на похоронах, где люди плакали, сетовали, ай-яй-яй, почему Бог забрал этого человека? Естественно, что надо молчать, ничего не говорить в этот момент. Естественно. Но вопрос, который тут прям пробуждается. Вы говорите, почему его забрал, а где вы были, когда его дали? Тебе точно такой же вопрос надо спросить. А за что? А за что его забрали? А за что его дали? Когда рождается у нас ребенок, в голову не приходит, вау, за что я удостоился, что душа эта спустилась в мир и была дана мне. Как только душа эта уходит, то она же напрямую, мы же хозяева, напрямую, за что у нас забрали? То есть, как будто мы породили его. За что у нас его забрали? А человек скромный, кроткий дух, что он скажет себе о том, что все это, как у нас положено сказать? Бог дал, Бог забрал, будет благословенно, имя его. ничто не приведет его в состояние депрессии, тем более желание уйти из этого жизни. Это только высокомерие может. Только высокомерие может. Высокомерие не позволяет пройти трудности жизни. Человек ломается, он может умереть от стыда, он наносит себе душевную травму, он не живой, не способен пройти этот мир. Не способен пройти этот мир. Ну, снова, я надеюсь, что тут хорошая реклама в качестве смирения, потому что смирение позволяет приобрести еще одну вещь, которая крайне необходима, это душевная устойчивость. Никто не знает, как будет складываться его судьба, поэтому обратите внимание, уже есть душевное спокойствие, плюс к этому душевная устойчивость. Ну, представляете, что я человек, который обладает и тем, и другим, насколько его жизнь отличается от того, что мы видим вокруг себя. Насколько жизнь ему отличается. И третья вещь, он говорит, третья вещь, пользу, которая принесет пользу человека от приобретения качества смирения. Третья вещь, человек смиренный больше нравится людям, более любимыми, он больше способен принимать их точку зрения, вести себя согласно их обычаям. Смотрите, все наоборот. Что он хочет нам сказать? Сейчас это третья составляющая, она как бы собирает все вместе, эту самую пользу, которую человек может получить в этом мире от приобретения качества смирения. Вот как мы себя ведем на людях? Автоматически. Я же не говорю про детство или про юношество в основном. В основном, чтобы понравиться другим людям. Совершенно интуитивно, совершенно подсознательно. Мы улыбаемся. Обратите внимание, чем дальше человек, тем мы более склонны быть к нему уважительными, вести себя так по-культурному, по-интеллигентному. Называется произвести хорошее впечатление. Почему? Потому что вот это эго, о котором мы все время говорим, вот наше высокомерие, оно хочет к себе какой-то результат. То есть меня уважали. Или еще лучше, не только уважали, что это очень важно. чтобы я просто нравился другим. Митсиатхэн. Нравится другим людям. Человеку заложен очень сильно. И вот тут он говорит, послушайте, несмотря на то, что это желание настолько сильное, которое живет и в нас, в нашей душе, и управляет нами во многих-многих событиях жизни, управляет нашим поведением, все наоборот. Насколько человек высокомерный хочет добиться своим влиянием и контролем вокруг себя, чтобы он склонит людей к тому, чтобы он нравился. так вот, как раз все наоборот. Вот именно такой не нравится. Бескомерных людей не любят. Его боятся, его стараются как бы сказать, не-не-не, его не раздразнить, его не затронуть, его не задеть, его не... он знает, он знает, что это часто аукнется чем-то, но он не любим, он не нравится. Сколько из таких людей вокруг? Да? Снова история с бабушками, которая открывает свои двери, открывает двери в дом своих детей, так, без стука, без спроса, они хозяева, все, они тут говорят направо, налево, управляют своей дочкой, там, своим сыном, порядок они делают теперь, они, естественно, полагают, что им нравится, они любимые, они... Их не любят. Своих крайний случай, свою маму не любят, я же не говорю более крайней ситуации, не любят. Почему? Потому что гордость невозможно любить, невозможно, чтобы она нравилась. Но никак это поведение не входит в рамки, которые позволяют развить в себе ощущение любви к этому человеку. В отличие от этого, люди смиренные и нравятся всем людям. Все, 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 он всем нравится. Кого? Прикиньте вокруг себя, какие люди, какие люди нравятся? Как один сказал, знаете, которые меня не угрожают. Правильно сказал? Это программа минимум. Почему? Потому что от человека высокомерного всегда исходит какая-то угроза. Он чем-то нагрузит, чем-то подскажет, что-то даст совет обязательно какой-то. Я говорю, минимум, даже не говорю больше. А человек скромный, ему губни приходит начать давать советы, начать кому-то там указывать и критиковать, тем более, или там еще злиться, или пытаться контролировать. Нет у него этого. А если это нет, такой человек, он просто, у него уже лицо такое, что оно вызывает симпатию. Человек смиренный больше нравится людям, более любимыми. Он больше склонен принимать их точку зрения, вести себя согласно их обычаям. Ведь мы действительно любим. Ну, кто нас, как говорится, не насел на нас, не нагружает нас. Таких мы любим людей, с которыми можно как-то сосуществовать. Каждый делает свои ошибки, каждый живет своей жизнью, но не должны постоянно вмешиваться в жизнь других людей. Люди все время смотрят, следят за другими, что подсказать. Всем самых лучших намерен. Сказать что-то, подсказать, то, это, обязательно все, что дошло до конфликта. Так вот, смиренный нравится людям, а вот гордец, его просто, ну, прям так и скажем, на самом деле, его ненавидят. То есть, естественно, что все это за его спиной. Единственное, который это не знает, это он сам. Почему? Потому что гордость, это слепота. Да, он ничего не видит за собой. У него, видит только свое я, все, что он творит, он не видит. Но вязывая вечно свое мнение всем, и так далее. То же самое в семье, между мужем и женой, с детьми, все, все отношения вокруг этого вертятся. Так вот, приводит Робейну Бахе несколько примеров, которые просто продемонстрировались. Прочтем их, да, просто это простое тут изложение. Демонстрирует, насколько, насколько человек смиренный, насколько он может нравиться людям. И в самых разных уровнях существования. Рассказывают об одном царе, который всегда ходил быстро. В отличие от царей, которые ходят умеренно, медленно. Когда его спросили о причине этого, то есть он ходил не по-царски. Цари ходят, знаете, так медленно, размеренно, показывают свою важность. Он ответил, во-первых, для того, чтобы отдалиться от гордыни, во-вторых, для того, чтобы быстрее осуществить то, что он желает осуществить. Естественно, что такой царь был очень, он был любим своими поданными, своими поданными. Теперь, приводит еще один пример. Спросили одного из мудрецов, как ты удостоился стать духовным главой всего своего поколения? Духовный, он глава всего поколения. Как он удостоился? Действительно, это интересный вопрос. Как можно удостоиться? Надо быть великим мудрецом, надо много знать, надо учиться, надо все знать, так много, гениальным человеком должен быть. Он говорит, вовсе нет. Это не то, что я там сидел, учился, учился, учился. Я не встретил ни одного из них, людей своего поколения, в котором не увидел бы превосходства над мной самим. Вот корень всего. Вот того, что нет нигде. Только вот тут находится, в еврейской жизни. Не увидел бы превосходства над мной самим. Ни одного человека. Почему он добился самого большого величия? Он считал себя самым низким. Почему? Любой человек был выше его. Мы уже говорили об этом. Это центральное место на которое все ссылаются в конечном итоге. Вот она тут. Вот этот пример, который он приводит. И вот он говорит более подробнее. Если он превосходил меня в мудрости, я говорил себе, ну, если он такой мудрый, он так же и Бога боится больше меня и за свое превосходство мудрости. Он выше меня. Если уже он уступил мне в мудрости ниже меня, я говорил себе, что его грехи будут весить меньше моих в день суда, ибо я приступаю закон злоумышленно, а он по незнанию. Да, может быть, я умнее, но он более праведный. Если он был старше меня летами, я говорил, его заслуги больше моих, так как он раньше меня пришел в этот мир, этот постарше меня, у него же так много заслуг, кто я такой по сравнению с ним. Если же он был моложе, я говорил, что у него меньше грехов, чем у меня. Я тут живу больше него, и уже так успел нагрешить, а этот помоложе, ну, сколько он успел. Если же он был равен мне и по возрасту, и по мудрости, я говорил, что, может быть, его сердце перед Богом лучше, чем мое, ведь я знаю мои грехи, совершенные до ныне, а его грехов не знаю. Действительно, нам легко судить других людей, себя тяжело, но на самом деле действительно может быть такое, что, казалось бы, все вроде равное, но только Богу известно о том, что грехи одного человека и больше, чем другого. если он был богаче меня, я говорил, что благодаря своему богатству он мог лучше меня служить творцу и делать больше добрых дел и помогать бедным. Если же он был беднее меня, то я говорил, что он подавлен духом и скромен более меня из-за своей бедности, и тем он лучше меня. И я не отступал от того, чтобы оказывать всем уважение и смиряться перед ним. если богатый, ну, он лучше меня, почему он дал гораздо больше пожертвований и помог большим людям. Если он человек более бедный, ну, так он наверняка более скромный. Неважно, кто перед нами. Как он доставился самого большого величия? Самое большое величие, которое есть, самое большое. Как у нас пример, примеров все, которые есть, царь Муше, наш учитель Муше, он был царем. И Тура свидетельствует о нем, что он был самым смиренным человеком в мире, который только есть. Как это сочетается царью? Оказывается, так оно и есть. Что мы видим? Чем ниже спускается человек в своей работе над своим эго, тем больше бог поднимает его, тем больше он добивается выше. Великим в поколении можно быть только тогда, когда он видит себя как никто. и все примеры тех, которые тут сказаны о них, как глава поколения, которые мы видели перед своими глазами. Нам не надо ходить в далекое прошлое, что это тоже надо делать, но каждый, кто жил вот в последнее время, он видел по собой живые примеры. Если кто-то был знаком, заходил в дом и встречался, и разговаривал с Рашломом Зальман Ойрбахом, который был, как и царик Раха, один из глав поколений в нашем, который был. Не было человека скромнее, чем он. Вообще не понимал, у него не было этого ощущения, даже приблизительного величия. Есть люди, которые, если их не скажут им, а Рава Гаон, только не подумали, и назовут их имя, она не подумает, значит, зовут кого-то другого. А о нем рассказали, как он на Бритии, так там вызывают по именам. Равшлойме Зальман крикнул кто-то, ну он сразу пошел, хэки там, передать ребенка совместно на место. и с рук на руку. И он пошел, ему говорит, нет, это не вы, Хвода Рав, это не к вам, тут есть другой по имени Швамас. Он говорит, а не я, он не понял, почему, потому что он никогда не ждал, что к нему будут обращаться со всякими разными, как сейчас принято, Рава, Гаона, Афтадика. Сколько здесь случаев, Равштейнман точно так же был. Они все были люди очень скромные, Додо, никогда, никогда, не, ничего не выпирал у них, ничего, ничего. В разговоре, в движении, в словах, в выражении лица, в глазах их, в поведении, в реакции на все, что вокруг. Надо было видеть, кто досталось увидеть. Это что-то удивительное, но это есть, видите, это в реальности, в реальности. Естественно, что о нем рассказывает, о том, что у него не было, то, что он сам даже свидетельствовал, о том, что не было проблем с женой, не надо было просить о нем никаких, какого прощения, по той причине, что и проблем, действительно, у такого человека, который уже освоил качество смирения. Просто нету, не может быть. И только такие люди могут быть главами в поколении. Только такие люди. А не те, которые гордость выпирает из них, и которые рвутся быть главой правительства и так далее. Видите, какая колоссальная разница между этими и этими. Одни, которые это вот прям по нашей книге, по описанию всей этой гордости в языком мире идут, чтобы добиться быть главой правительства, добиться власти. Все за их спинами смеются над ними. И те, которые воистину все ценят, любят и уважают, это те, которые себя вообще никак не ценят. То есть, которые уже освоили качество смирения. И завершает Рабейну Баха и говорит, цитируя, в принципе, то, что мы должны были с самого начала цитировать из Перкея. Вот, как говорили наши учителя, благословенно их память, в суде каждом человеке стараясь найти ему оправдание. Да, это тема сама по себе, которую, только человек смиренный может искать оправдание другим людям любому поступку, который есть, любому поступку, он будет искать оправдание. Еще сказано, принимая любого человека приветливо, точно так же высокомерный не в состоянии делать, а смиренный да в состоянии, искать оправдание, смиренный может, гордый нет, и будь чрезвычайно скромен, точно так же повелевается, и пусть человек всегда будет гибок, как стебель тростника, и не будет несгибаем, как кедр, зато и достался стебель тростника, что из него изготавливают перо, которое пишут свитки тора и тфилины мезусот. Ну, мы видим эти образные примеры о том, что человек смиренный, это он подобен стеблю тростника, он гибкий, да, то есть, как мы видели, он, если даже что-то случается, то он голову мог опустить, в отличие от человека гордого, который, он несгибаемый, естественно, что в таких ситуациях он первый, кто страдает. Итак, дорогие друзья, тут разобрали три очень-очень-очень важных преимущества, три вида пользы, которые приносят нам освоение качества смирения. Итак, качество смирения что делает? Снова подводим итог, дает возможность приобрести душевное спокойствие, дает возможность приобрести душевную устойчивость, и заодно такой человек становится любим, он нравится всем остальным. Всего доброго, привет из Руссалима. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова